Продолжение следует... Однако война войной, а флагманский внедорожник выходит по расписанию. При том, чтобы никому из ключевых рынков было не обидно, мировых премьер Лексуса оказалось сразу четыре. В Нью-Йорке, Абу-Даби, Эр-Яде и Москве одновременно. Российскую церемонию вели Владимир Познер и Игорь Верник. А помимо журналистов, позвали сразу и пару сотен клиентов. Нечасто мировые премьеры новых моделей проходят в России. Но это логично, ведь из полумиллиона выпущенных с 96-го года машин каждая десятая осталась в нашей стране. Поэтому встречайте новый Лексус ЛХ. Разумеется, Лексус широко унифицирован с Тойотой и за компанией с ленд-крузером переехал на модульную платформу GAF. Центр тяжести ниже, кузов крепче. Новая технология изготовления рамы и алюминиевые детали сэкономили 200 килограммов массы. Из алюминия, к слову, сделаны капот, передние крылья и все пять дверей. Однако сэкономленное возместили оснащением. И в итоге внедорожники весят по-прежнему более двух с половиной тонн. Интересно, что кузов Лексуса теперь сильнее отличается от Тойоты. Взаимозаменяемы только двери. И даже задние стойки у ЛХ оригинальные, с большим наклоном. Выдвижные пороги новому Лексусу не достались. А вот фирменные фары BladeScan есть. Эту адаптивную технологию опробовали на моделях RX и LS. А световой пучок там формирует объектив с помощью переключающихся диодов и быстро вращающегося зеркала-лезвия. Но главная интрига заключалась в том, предложит ли Лексус что-нибудь новенькое по моторной части. Или скопирует все у Тойоты. В прежнем поколении бензиновые двигатели V8 у внедорожников отличались. А теперь нет. Львиная доля покупателей Land Cruiser'ов до сих пор выбирали дизельные версии. А клиентов Лексуса как раз привлекала возможность взять бензиновый V8 5.7. В новом поколении бензиновые моторы и Лексуса, и Тойоты идентичны и даже одинаковые мощности. Отличаются они прошивками. А ключевое техническое отличие Лексуса – электрический, а не электрогидравлический усилитель руля. Разные типы усилителей на соплатформенных машинах – это редкость. В данном случае покупателям Лексусов обещана лучшая управляемость на асфальте. Но главные плюшки достались почитателям дизелей. Прежний дизель V8 был харизматичен, но тяжел. Поэтому оснащение машин упиралось в ограничение полной массы, которое прописано в одобрении типа. А внедорожники все-таки сертифицированы как легковушки, а не грузовики. Если у Тойоты это выливалось в невозможность заказать, скажем, дополнительный топливный бак вместе с люком, то у Лексуса все было гораздо хуже. И из комплектации дизельного ЛХ автоматически вычеркивались большие колеса, мониторы на заднем ряду и даже шторка в багажнике. Теперь такой проблемы нет. И дизельный ЛХ оснащен почти так же, как бензиновый. И по такому случаю российское представительство ждет новых клиентов. Дизель не мог удовлетворить клиента по уровню спецификации в связи с ограничением по весу. Сейчас эта проблема снята, и поэтому мы гораздо глубже войдем в субсегмент дизеля. Поэтому да, мы планируем там занять гораздо более серьезную нишу, чем сейчас. Появится ли у Лексуса более мощная версия, пока не ясно. Хорошим средством нарастить мощность был бы электрический довесок. И мы знаем, что инженеры над электрифицированными модификациями работают. Представляя новый Land Cruiser, Toyota уверяла нас, что пневматическая подвеска под новым кузовом не помещается. Однако у Лексуса все получилось, и здесь, в общем-то, прежняя гидропневматика. Хотя колеса стали уже. Здесь 265 мм ширины. Кстати, вот эти аж 22 дюйма в диаметре. Принципиально подвеска не изменилась, но увеличены ходы, ускорена коррекция клиренса, а также адаптивные амортизаторы теперь не только сзади, но и спереди. Дорожный просвет, углы въезда и съезда у Лексуса остались прежними. Но говорят, что в обычном положении гидропневматика держит чуть более низкий клиренс, чем раньше. Опять-таки, ради стабильности на шоссе. Еще один момент. Наличие доводчиков дверей, которых нет у Тойоты. А третье. У Лексуса ЛХ впервые появились раздельные задние кресла от Таманки. Кстати, с собственным мультимедийным пультом. Четырехместная версия VIP – единственная, что выделяет бензиновый ЛХ-600. Дизельным машинам раздельные кресла не положены. Спинки откидываются на 48 градусов. И если сидящий сзади босс отодвинет переднее сидение до упора вперед, то получит более метра между рядами. А ноги уложат на выдвижную подставку. Экраны на спинках и дополнительные воздуховоды в потолке – тоже примета версии VIP. Если говорить о портрете покупателя, наверное, главное изменение, я бы отметил, то, что появляется абсолютно новая версия VIP для второго ряда сидений. Очень ожидаемая. Мы ее достаточно долго добивались, мы ее получили. Потому что даже в таких городах, как Москва, да и, чего уж говорить, естественно, в регионах, люди, которые ездят с водителями, да, далеко не всегда они готовы ездить на сидание. Интерьер у Лексуса абсолютно оригинальный. Даже селектор 10-ступенчатого автомата тут не такой, как на Тойоте. В центре передней панели два дисплея. Верхний диагональю 12 с третью дюйма относится к мультимедиа и навигации. А нижний, 7-дюймовый, нужен для управления климатом и внедорожными режимами. А еще Лексус обещает умный обзор на 360 градусов и даже больше. Видеокамеры заранее снимают дорогу впереди и сзади под автомобилем, чтобы в любой момент показать водителю, что находится под машиной. Как и на Тойоте, для бездорожья можно вооружиться тремя блокировками дифференциалов. Но пока не ясно, на каких версиях. В базовой блокируется только центр, а версия оффроуд за пределы Японии может и не попасть. На родине продажи Эликса стартуют в январе 22-го года. Для России же завод начнет строить автомобили в декабре 21-го, если не помешает микросхемный кризис. Но на рынок ЛХ выйдет позже. Впереди процесс сертификации и обе машины, которые мы увидели своими глазами, погибнут в обязательных краш-тестах. Остается вопрос, когда и почем. Но ответа на него пока нет. Эти машины предсерийные, а старт продаж в России намечен только на 2022 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...